Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тик Минусами, я Артур Идиатуре. После проведения налоговой реформы США в конце 2017 года, темпы обратного бэкопа акции перешли в режим переписывания рекордов, и 2019 год, похоже, не будет исключением. Удобный и простой в использовании инструмент максимизации рыночной оценки компании, особенно пришелся по вкусу технологическим фюрерам США, одним из недавних примеров стал Microsoft, который объявил в обратном бэкопе акций в размере 40 миллиардов долларов, за счет чего акции компании выросли на 2,8% внутри дня. Причина, по которой компании тратят миллиарды на обратный бэкоп акции, проста. Это укрепить соотношение доходов на акцию, что задает иллюзию прибыльности. Сокращение акций в обращении также вызывает рост акций за счет снижения их предложения. Так как рост выручки оставался довольно слабым с финансового пресса в 2008 году, компании стали зависимы от инфляции выручки, но в расчете на акцию, то есть инфляция именно показателя соотношения, предпочтя сокращать знаменатель в дроби, нежели чем увеличивать числитель, то есть выручка в абсолютном выражении. С 2009 года доход на акцию в среднем вырос на 360%, в то время как доход в абсолютном выражении компании всего на 50%. По расчетам Банка Америки, кумулятивный обратный выкуп акций вырос на 20% в годовом выражении в 2019 году, а среднее значение за 4 недели, график которого показан на экране, еще чаще находится на рекордных уровнях 2018 года. Видно даже, как в начале 2019 года показатель среднего значения обратного выкупа за 4 недели обновил рекорд. Такая динамика невозмутимо сохраняется, несмотря на снижение выручки компаний за тарифной напряженности, сжатие внешней торговли, снижение нормы прибыли в экономике США, именно в долгосрочной перспективе, и умеренного роста оплаты труда. Вместе с ростом обратного выкупа акций участились также продажи акций инсайдерами, компенсация которых включает в себя пакеты акций. Среди многих объяснений менеджера компании о природе обратного выкупа эта причина, как ни странно, умалчивается. По оценке Small Insider объем продажи акций инсайдерами может стать максимальным за 19 лет. Самыми активными покупателями акций 2009 года были нефинансовые корпорации, то есть сами компании, в то время как остальные группы покупателей либо сокращали свои уважения, либо незначительно увеличивали, как, например, домохозяйство. Причем покупки акций компаниями значительно превышали в объемах покупки, совокупные даже, будем говорить, покупки всех других групп покупателей. Более серьезной и неочевидной проблемой является использование финансового рычага компаниями для финансирования обратного выкупа, которое щедро поощряется кредитным смягчением ФРС. Чиновник ФРС Роберт Каппин приводит следующие цифры. Объем выпущенных бандов самого низкого инвестиционного класса вырос с 800 млн долларов до 2,7 млн долларов в 2019 году, то есть за 11 лет произошел рост более чем в 3 раза. Средний долг корпораций в США подскочил с 40% до 60% также за 11 лет, то есть с момента 12 кризиса. И все при этом сопровождалось смягчением условий выпуска бандов. Объем капитальных вложений, расходы на слияние и поглощение корпораций, соответственно, росли меньшими темпами, что и позволяет вычленить канал расходов привлеченных заемных средств у компаний, а это именно обратный выкуп акций. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся сами в понедельник.